За работу? Готов. 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 Давай, во славу Божию. Каждое утро проповеди мои насчитывает брат Георгий. Господи, благослови. Сегодня 18 января 2021 года. Погромче. Погромче. Сегодня 18 января 2021 года. Книга «Открытым оком». Седьмой том. Автор Игнатий Тихонович Лапчин. Читает Георгий Кадушкин. Проповедь 48. Слава смотрению твоему. Часть третья. Я сейчас тут будет говорить. А я что утром делаю? Мука 5.4. Когда же перестал учитель? Сказал Симону. Отплыви на глубину и закиньте сети своих доволок. Сегодняшнее евангельское чтение. Люди пересказали. И они говорят только о том, что много было рыбы. Отсюда, чтобы оно не мешало. Все толкование. Все толкование закончилось. А ведь смысл в том заключается, что для Бога нужно отдать все. Вулкан 18.28. Это моя кровать. Петр же сказал. Вот. Мы оставили все. И последовательно за тобой. Что нам за это будет? Даже смешно. Они сидели. Чинили сети. Сети были старые. Значит, меня что можно сейчас голубей выпустить? Но голубей я не могу выпустить до тех пор, пока кошек не уберу. А где они ее? Сейчас посмотрю. Так, подождите меня. Запусти. Вот что для тебя сейчас. Посмотрите как. Надо кошек лететь. А где они? Я не вижу. И теперь я беру в руки баночку, в которой... И он ее отдает спасителям. Там даже маленько видать. Сушеные гальяны. И они слышат это. На время даже выключу пока. А потом сделаю громко там. Сейчас я их перегляю. Ну-ка. Где мои кошки? Павел, где? Да нет, Господи. Черная, черная. Ко мне. Я не. И там даже... Не дать. Звук там этот идет. Я сейчас его умею. Ты только сделай, что я тебе говорю. И мое смажение тебе будет совсем другое. Он сохраняет ход рыб. Он знает, когда... Ты еще не родился. Паля, иди скорее. Паля, иди скорее. Паля, иди сюда. Черная, где она черная? Подполь, в подполь. Не в один раз он здесь появился. А, иди сюда. И что за этим следует? А вслед за этим великое обетование. Прииспыт. Видишь? Далее призывают руки. Они все еще потрясенные этим ломом. Не могут опомнить. Где же это? Это были опытные рыбаки. Для человека, который первый раз в море все удивительно. А для них ничего удивительного не было. Подожду ее. И тут они пришли в лужу. Лука 5.8. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Нужно признаться в своем бессилии. Вот представьте себе, посадил ты сколько. Завалили дорогу в храм пшеницы ныне. В храм не пройдешь. Господи, великая тебе благодарность, что ты с нами делаешь. Ты потрясаешься. Каждое утро такое. Зайдите на ток. Ну, если бы нормально платили, по нормальной цене, за раз бы можно было поправить хозяйство. Ну, что сделаешь? Приходится с других районов звать. Придите, помогите нам. Не справляемся в потеряющей с урожаем обвально. Смотрите, как с нами все. Черное, черное, выходи. Но надо на этом не останавливаться. Я не могу голубей выпушить, пока она не выйдет. А мы начинаем по-своему рассуждать. А на следующее из речений Евангелия у нас рассуждение следующее. Все это сделано для того, чтобы ты поплыл к небу. Ну, ладно. А у нас как раз в ответственный момент, когда лодка, то есть когда у машины уже от тяжести зерна колеса ловутся, лодка встануть начинает. Мы не Господу вопим, а уткнулись в расчетах, как из долгов вылезти. Все. Ну, здорово получилось. Приезжала комиссия и говорит, урожай хороший. Еще бы года два такого урожая, и район поправится. То есть еще бы несколько раз Господь к нам в лодку залазил бы, а мы о правоповедующих и не думали. А слушайте, руками тут убираю. Нам бы лишь бы в лодку Господа заманить. Господи, с нами побудь. Мы бы еще пару раз в сети закинули. Вон она вышла. Ну тогда мы поднимем в Тиханске и добычу бы поправили. Вот наркотинность человеческих интересов. Это говорят люди неверующие. Нынче сидели здесь у нас при приемной школы. И ни одна из членов комиссии не сказала, что это небывалый урожай с неудобленной земли. Смотрение, зеркоти. Чтобы еще раз напомнить, что был бы дождик, да был бы гром, так и не нужен агроном. Откуда вы взяли, что все себе приписываете? Вы хотя раз сказали, Закрылась. Слава тебе, Христе Боже наше. Теперь мне надо, Глади, дай смотри. Нет, сколько, ну так мало. Ни один не сказал таких слов. Что я делал? Это Владедия Васильевна под ноги ставит, и не надевается. Вот это и говорит. Теперь у меня ведерко с пшеницей. Я насыпаю побольше пшенички. Каждое утро такой распорядок дня. Тут Володя готовит. Ну сегодня готовить нельзя, потому что это день постный. Сеченник. Тут семечек посыпаем. Сегодня 18-е. Января. Затвое крещение. И поэтому день весь постный. Вот теперь я им ставлю сюда. Ищекаются между собой две нитки, а вот туда-то теперь эти караси полетят. Еще забыл маленько взять, посыпать, вымануть их оттуда. Попались в эти сети или нет, чтобы они увидели семечки. Повторяю, это каждый день. Думаю скажут, делать нечего. Есть, что делать. Есть, но это Никогда воскресное богослужение, друзья. Помогает. Отслужишь, а потом садись и уезжай. И если по-другому никак нельзя. Выгодный время. Сельское хозяйство, скотина. В Израиле служили. И можно было работать только на этих работах. Сторожами, медиками. А остальное пусть постоит до понедельника. Чтобы смотрение зизделево. Теперь отсоединить, чтобы сюда не залетели, иначе на плиту попадут. Тюль открывает. Мужчины заняты. Вот так. Но душа главная в нас. И надо примерно 9 дней из 10 отдать Богу. Но Бог говорит, Ты мне всего лишь один тенец, да, из 7. Один. Вот так вот. И ты увидишь, как я тебя благословлю. А теперь я тебя открываю. Исход 20.10. Один седьмой. Суббота. Господа. Богу твоему. Не делай вон и. Никакого дела. Вот сейчас они вылетают. Ни дочь твоя. Ни раб твой. Ни рабы твоя. Ни волк твоя. Ни оселк твоя. Ни всякий. Исход твой. Ни пришелец, который в жилищах твоих. И когда ты будешь оставать десятину. Сейчас они вылетают. Я отверстию небо. И брали на вас. Там у них гнездо сделанное. Это гикарей. А пшеница. Арбузы. Бананами вас засыплю. Но только отдайте мне десятину из того, что есть. Гули, 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 гули. Малахи. Или десять. Принесите все десятины в домохранилище. Вот интересно, как сидят. Все так ждутся. И хотя вы там испытаете меня, говорит Господь Слава Богу. Не открою ли я для вас отверстий небесные. Они даже сами вылезли на вас благословения до избытка. Все вылезли. А я не отдаю. Потому что у меня нет ничего. Борт и несчастный. Ворюга. Богом пробует. Ибо написано. Малыши. Три день. Все выслушен. Проклятие. Проклятие. Он повешет маленько промою. Промою шутить. Народ обкрадывается. Да пока покажи. Мое усмотрение вас такое, чтобы вы научились делать таком, о чем было сегодня апостольское чтение. Это не куда-то напрасно. Отделитесь от участников и отдайте священным начальникам. Другую десятью на храм. Третью нуждающих. остальные двоих. Вот как Бог рассмотрел это. И это ты все можешь узнать в храме через пробу, на занятиях. Бог усматривает у нас нечто лучшее, чем мы есть на самом деле. А чем мы будем? Один Бог он знает. Сейчас подожди, у меня тут ножик поганый называется. И будем подобны Ему. Вот теперь я вот эту вот постараюсь. Но еще не открылось, что были. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть. И толкователи приходят к кушу и говорят, о господи, страшно сказать, когда в десятки тысяч раз ярче что-то грешу и засияет на Ниде. Вот два ведра стоят у нас. Покажу, как делаем здесь. Возитель закрывается. И здесь водичка. Теперь я ее беру сюда, еще раз промою. Закончилось? Ну ладно, ладно. Проповедь закончилась. Сегодня 18 января 2021 года. Книга открытым полком. Седьмой полк. Автор Игнатий Тихонович Вахтер. Читает Георгий Кадужник. Сейчас я еще раз. Проповедь 49. Слово Божие. Вон оно, посмотри, посмотри, в эту сторону вылетает. Евреям 4.12. И во Слово Божие. Живо и действенно. Естерия всякого меча обоим дорослом. Оно проникает на разделение души и духа. Составов и мозгов. И шутит помышления. И намерения сердечных. Она чистая, еще нет. А теперь я ее заливаю водой. Христос вчера, сегодня и во веки тоже. Поэтому Господь сам себя как бы олицетворяет и объединяет со Словом. И говорит. Иоанна 1.1. Вначале было Слово. И Слово было Бог. И Слово было Бог. Вот у меня святая вода. Освященный. И вот Бог дает все нам в сжатом виде. В сжатом виде. В сжатом самом неимоверном состоянии. Называется колланд. Я сейчас разберезну. Сегодня ученые приходят к тому, что все, что в мире есть, было когда-то сжато до молекулярной точки. А потом произошло. Там еще другие голуби. Там у меня еще есть. Якобы. И тогда планеты появились и прочие. Имеет это основание. И на страницах Священного Писания. У Бога все сначала дается в сжатом виде. В одном слое. Потом начинает расширяться. Разъясняется. И вот две тысячи лет проповедники и сегодня во всем мире проповедуют. Теперь что мне надо сделать? Правильно, неправильно. Но люди желают спасения души и проповедуют. И с ножом пошел чистить. Я говорю о всех людях. Другие. Даже не зная Христа. Просто говорят о Боге, Творце. Иные Бога не знают. Как назвать? А просто высшее существо, космический разум. Тоже пытаются что-то сказать, расшифровать. Но Откровение, с большой буквы Откровение, называется не книга только в Библии. Последняя книга, но то, что Бог открыл людям, сам себя в Сыне Своем и Деднародном Иисусе Христе. Что Бог послал на землю Сына Своего. И далее. Господь расширяет это Откровение о Себе и о Своем замысле о человеке. Дальше начинается все расширительное степень. Посылает апостола. Вот посмотри. На алтаре, на алтарных вратах всегда четыре евангелистов. Это четыре евангелиста. Это центральное место в храме. Алтарь. И вход в него только через эти врата. Они называются царские врата. Четыре евангелистов. Если кто внимательно посмотрит, когда зайдет Покровский собор в Барнауле, там они также на вратах и вверху их засажены. Рядом с ними, напротив панамоя, ангел, вол, алел. Эти животные взяты из Откровения. Видел я четырех животных из Экииля. Вот сейчас я опять вижу туда. Десять, четырех. А из середины его, как бы свет пламени, из середины огня. Из середины его видно было подобие четырех животных. И таков был видно. Чтобы видно было, я фонарик возьму, посвятил. Как у человека. И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо, лицо Херувимова. Второе лицо, лицо человеческое. Она что-то бросила. Подожди-ка, я посмотрю. Второе лицо, Орлиное. Откровение. Четвертая глава, седьмой, восьмой стих. Первое животное было подобно льву. И второе животное подобно тельцу. И третье животное имело лицо как человек. И четвертое животное. Ни ночью не имеют покоя в злае. Свят, свят, свят Господь Вседержитель, который был, есть и грядет. Сейчас я отойду, они вылетят, я буду дальше. И две тысячи лет люди смотрят на этих животных. А животные эти нам встречаются. Лев встречается. Я лел над нами. Человека видели и ангел нарисован. Телец. А что это такое? Ну-ка, мы быков все время видим. А вот в этом весь смысл. Что Бог окружает нас вещами понятными. Но в сжатом виде все зашифровано. И видим изображение быка в левом нижнем углу на иконе. Где изображен евангелист Лука. В Откровении четыре животных. А у нас четыре Евангелия. Четыре стороны света. В Евангелии было около двадцати написано. Евангелия помыли, Ниао Дима и другие подложные церковь не признала. Они сохранились. Их изучают даже в семинаре. Но они названы опокрепами. Поддельные. Церковь оставила только четыре Евангелия. Ты когда будешь читать, посмотри внимательно. Евангелие от Матфея написано для евреев. Она все испислена ссылками на священные писатели. Евреи знали Ветхий Завет. И им надо было доказать по Библии, что Христос есть истинный мессиям. Римскому воину четко и кратко отвечать. Евангелие от Марка именно так и написано. Для римлян. Я не постелил там еще газет, потом рядом, когда оправляются. Почему ангел с человеческим лицом изображен на иконах около Матфея? Потому что он показывает пришествие Сына Божия в образе человеческом. Евангелие от Матфея написано для того, чтобы со ссылками на закон доказать, что тот, кто был в Назарете, тот, кто родился в Иклинии, тот самый и есть Сын человеческий. Он есть и Сын Божий. Матфея все абсолютно на эту мысль не пустил. Заканчивай же так. Господь говорил. Матфея 28.2. Учает соблюдать все, что я повелел вам. Это яйцо. Она долго сидела. И я знал, что там еще не будет. Потому что маленькие и надо два. Она поняла, что оно болтун. То есть нет там ничего. Я его уберу. Выброшу. А теперь там надо почистить. Конечно, не так и чисто. Вот это все сейчас будет еще оттуда. А там пшеница. А здесь вот под картонкой. Там вода. Не знаю, как показать. Можно не показать. Все написанное в Слове Божьем. Показать вода. О, Матфей, ты нам так дорог. Ибо донес до нас эти чудные слова Спасителя. Матфея 11.28. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Сегодня произносят многие написанное здесь трудящиеся. Нет там этого слова трудящиеся. А есть труждающиеся и обремененные. Иоанн Златоуст растолковывает. Это те, которые труждаются. Кому тяжело. Которые изнемогли под игом законов. А вы, говорит, обремененные. Бремя грехов задавило. И Господь их зовет. Придите ко мне, грешники. Искупление в моей крови. Ваш грех я беру на себя. Я умираю именно за тебя. Одно, заметьте. Один стих. Одно слово. Один вид животного. Человеку, не начавшему получать надежду на спасение. Бог раскрывает это дальше. Сначала в сжатом, видите, только расширяет нам эти две тысячи лет, прошедшие после сказанного в Библии. Напротив луки всегда телен. Евангелист Лука говорит о жертвенности. Начинается жертвоприношение. Об этом первая глава сразу начинается. Глава приносили в жертву. А ты каждый день этого быка видишь. Загоняешь в сторону. И начинаешь понимать, что Евангелист Лука говорит о жертве. Жертва Иисуса Христа – это жертва собора. Мне кажется, главное, это притча о милосердном собрании. В этом все у Евангелиста, абсолютно все. И уходя, оставляя из раненого в гостинице, Милосердин дал хозяину гостинице два диналии. Лука – 10-й этаж. А на другой день, отъезжая, вынул два диналии. Дал содержателю гостинице и сказал ему. Дал два мешка полных. И если сделаешь, что более, я когда возвращусь, отдам тебе. И я так помаленько тяну. Вот теперь обратно в нашу путь, да? И Новый Завет. Мы подходим к тому, что Слово Божие живо и действенное. Оно ежедневно дается, ежедневно действует и находит себя в мир. Быть выполненным из поколения в поколение. Исайя 55.1. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне отчетно. Но исполняет то, что мне угодно. И совершает то, для чего я послаю Него. Что такое потратишь? Это сверх того, который я выберу. Вот блаженный Петр Иванович. Все святые отцы, они все сверх этого потрудились. Еще и в толковании Писания немаловый труд ваших. Они сидели почти две недели. А мы это Слово понесем далее в мир. Где люди изнемогают от грехов, чтобы стать соучастниками. Первое колитвие, 9-20. Сие же девушки, Ле Иванович, чтобы быть соучастником Него. Вот еще это разжарило. 1-9. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник спорта. Вот сюда, сядь потихонечку, не шевелись. Терпение Иисуса Христа. Он был на острове, называем Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. 1-й колитвии, 3-9. Игнать Иванович, у меня печка-то прогорит. Мне готовится. Божие, Божие Нила, Божие строение. И сейчас мы слышали сегодняшнее апостольское чтение, что мы соработники у Бога. Соучастники в Его великом деле благовестия о дарованном свыше спасения. Мы, то есть Бог не без нас все это делает. Не надо забывать, что все, абсолютно все мы получили от Его, Его любви. Желание трудиться, плоды и обращение душ, это Его. Лука 17, 10. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящих, потому что сделали, что должны были сделать. Бог позволил тебе кого-то приветить, обогреть, накормить, не считая это чем-то великим. И, Боже, упаси нас, чтобы когда-то этим своим благодеянием упрекнуть накормленного тобой, кому ты дал рубашку, быть может, даже и не первой свежести. Притчи 23-й глава, 6-й по 8-й стих. Не вкушай пищу у человека завистливого и не прельщайся лакомными яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, избрежешь, и добрые слова твои ты потратишь на праздник. Иакова 1, 17. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемены. Сираха 12, 2. Делай добро благочестивому, и получишь воздаяние, и если не от него, то от Всевышнего. Сираха 18, глава, 15-й по 18-й стих. Сын мой, при благотворениях не делай упреков, и при всяком даре не оскорбляй словами. Раса не охлаждает без зноя, так слово лучше, нежели даяние. Поэтому не вышли доброго даяния слова, а у человека доброжелательного и то и другое. Глупый, немилосердно укоряет, и по даянии неблагорасположенного иссушает глаза. Один человек верующий получил заброшенный в пустыне, участок подачи, разработал. У него там терновником и крапивой все было заглушено сначала. Потом к нему пришел в гости человек, посмотрел и говорит, как у тебя все тут хорошо. Да, я тут потрудился. Ну, почем ты? Разве Бог не помог? Конечно же, Господь меня за мои труды благословил. Но ты посмотрел бы, что тут было, когда тут только один Господь был без меня. Без меня у Бога один сорняк рос, пока я не пришел. Даниила 4, 24 глава, 26 по 28 стих. По прошествии двенадцати месяцев, рассказывая по царским чертогам в Абивоне, царь сказал, это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и в славу моего величия. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе говорят, царь Новохладоносов, царство отошло от тебя. Бог-то ничего сам не мог сделать вроде, но Бог все может сделать. Он рай создал, Он может все это сделать, но Он хочет, чтобы сорняками мы занимались. Терни греха мы сами вырвали. Вот в этом-то все и заключается, что Слово Божие живо и действенно. Оно сегодня, как меч обоюдоострое режет, касается. Вот, допустим, смотрим на изображение патриарха Тихона. Можно в сжатом виде, в коллапсе, показать его жизнь. Тогда выпал жребий ему быть патриархом. И он сказал первое слово на слова Захария. Захария, 5 глава, 1 и 3 стих. И опять поднял я глаза мои и увидел. Вот летит свиток. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лице всей земли. Видел я летящих свиток, и вот на нем написано стоны лужа, страдания. То, что было в России, когда его избирали во время революции. 17-18 годов, как проклятие, поспешающее на святую Русь. И патриарху пришлось пить эту чашу и есть этот горький свиток. Из Закеида, 3-2. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне есть этот свиток. Откровение 10-9. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее. Она будет горька в очреве твоем, но у стах твоих будет сладка, как мед. Вот мы видим царя Николая. Он теперь канонизирован. У него было одно предложение в сжатом виде, когда он отрекался от престола. И он написал, всюду измена, трусость и обман. И вот под этой фразой, измена, трусость и обман. Мы 80 лет мучаемся сегодня. Мы никак не можем выйти из этого. Мы, да, мы расстреляли царя, но измена не кончилась. Нас продали. Богатейшая страна, и она нищая. Распродали все. Еврейские магнаты забирают миллиарды долларов и уезжают. Повышаются цены, и люди не могут ничего сделать. Измена, трусость. Никто не может восстать. Почему патриарх не восстанет, не обличит президента? Что они делают с народом? Люди не могут на операцию пойти зубы вставить. Ни денег, ничего у них нет. Измена, трусость и обман. В кратком виде теперь расшифровывается. Измена, трусость и везде обман. Обман семье, везде обман. Нет ни одного места, где бы нас не обманывали. В сельсовете на всякие строения стараются налоги наложить. А чего так безбожники, мафиози партийные бьются продраться в депутаты? Это не только неприкосновенность для преступников, но и возможность издавать такие законы, при помощи которых им уже не нужно будет с ножом на перепуте вылавливать прохожих. Но благодаря их драконовским законам, принятым ими, люди должны будут свои жалкие гроши постоянно нести и нести им самим в руки. Возьмите налоги на строения, на машины, цены, на коммунальные услуги, на коммунальные документы в БТИ. Это три же грабительские, бесовские законы мародеров. Разве Бог не знает про это, но долго терпит, и потом скажет слово свое. Мехея, 3 глава, 2-й, 3 стих. А вы ненавидите доброе и любите злое. Сдирайте с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдирайте с них кожу их. А кости их ломайте и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел. А Слов Божие, живо и действенно, оно нас предупредило, что если люди отступят от Бога, они эту жизнь, которую Бог дал облагородить, чтобы жили по заповедям, несли евангельские людям, сделают эту жизнь огромной тюрьмой. Это один из оптинских старцев сказал. Иоанн Кроштанский об этом говорил, что когда безбожники придут к власти, они страну сделают огромной тюрьмой. По черепам друг друга будут каратываться к власти. Сходится. 37-й год, это год хотя бы какой-то, хотя бы в отношении какого-то госпроявливости. Как вчерашние революционеры пошли на Ишафот. Это год возмездия Божия. Но сегодня-то примените передо к себе. 1 Калифином 3.17. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. А может, во мне внутри тюрьма, я кому-то не могу простить, может, действительно там тюрьма, монастыри сделали тюрьмами. В каждом городе почти. Вот бывший монастырь женский, карзанская иконы Божьей Матери. Теперь там СИЗО. 17, групп 1. Это тюрьма. Там возобновились, там возносились молитвы. Правильно или неправильно, это вопрос совершенно другой. Но главное, строили крепкие монастырские стены. А там теперь тюрьма. Всюду измена, трусость и обман. А вот если бы священники, монахи, а их было около 200 тысяч у нас в России, шли, как Марка 16.15, и сказал он, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евреин 10.38. Праведный, верою жив будет. А если кто-то колеблется, не благоволит к тому, душа моя. Если бы они о вере говорили то, что говорит евангелист Лука, что если бы шли милосердными самарянами по земле 200 тысяч монахов и монахи и несли, вручали эти два динария, Ветхий и Новый Заветный. У евангелиста Иоанна мне больше всего нравится слово. Я его самым первым изучил, когда впервые получил в руки Библию в 1962 году. 27 сентября в Ветхусе, Блатли, Иоанна 8.44. Ваш отец Диалов, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеком-убийцем от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Это Христос сказал набожным людям. Бог не смотрит, как мы оделись. Евреи эффектно любили все делать. Если что, не понимают, разобрать это делали. И каждое утро, так интересно, сейчас вот за водой надо сбегать. Если застыло, то вернуться ищем. Сгоним водоканал. Днем разморозит. Разтирайте сердца ваши, а не одежды ваши. И обратитесь к Господу, Богу вашему. Там колонка замерзла. А? Колонка замерзшая. Замерзшая? Да. Ну, значит, не ходите. Завтра утром батюшка приедет. Крещение будет Господне. Как мы одели, соответствовало внутреннему. Так говорит Слово Божие. Раздирайте не одежды, а сердца ваши. Идешь в рам. Одень душу, кротость, смирение. Я убираю рыбу. Как ты отвечаешь на каждое слово? Это действие Духа Святого. Я хожу потихоньку. Иоанна 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий словно, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Все знают, что Христос судья, а Господь говорит, я вас не сужу. Если оно сегодня не судит, там будет судить. Если оно сегодня судит, приводит к поколению, там судить уже не будет. Потому что ты здесь, на земле, омыт кровью Христа. Итак, Слово Божие живо и действует. Слово Божие, оно отображается в изображении чего-то. Воскреши Христос. Кравком в жатом виде разъяснение этой иконы. Это проповедь Евангелия для тех, кто не слышит. Есть и глухонемые. А мы поняли так, что пришел, поцеловал икону. Все приложились к иконе. Сердцем приложились к этому. Будь подобен ему. 1 Петра 1, 16. Ибо написано. Будьте свят, потому что я свят. В зеркало смотрится. Господь совершил свой вовремя. А мы призваны взирать и подражать ему. Евреям 12, 2. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, место предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший по срамлению, и воссел одесную престолу Божию. За Голгофой следует воскресенье. Господь через апостола Павла говорит 1 Коринфянам 3, 10. Я, под данный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Ну каждый смотри, как строит. Сейчас слышали, как Павел, где бы и что бы ни говорил, сразу сжимают все до одной точки. Я положил основание. А у нас в основании может что угодно быть. Столько преданий. Мы все знаем. А Христа знаем мы или нет? Из чего строим свое будущее? Из сена? Из соломы? Из того, что сгорит? Если закрыто милосердие, это любовь, это огненное дыхание. Теперь я оторву, Голубей, покажу, как я их обратно загоняю. То не разрыть ли во время это сокровище. Оно призывает к этому служению. Бог истинный. И ищет в нас только огненного служения. Вот это и есть то, что Серафим Псаровский сказал. Стижание Духа Святого. То есть мы непрерывно должны заботиться и творить то, что нравится Богу. Я хотел бы ответить так, что сказал Господь в этой обстановке. Сейчас она присядет, чтобы ему легче было на нее залезти. Павел говорит 1 Коринфянам 4,16. «Почему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Слово Божие живо сегодня и действует на каждого, кто с верой принимает его. У нас так, стоим и молимся. Как только проповедь говорить начал, так сразу в раз почти все упали, рассеялись на скаминках. Даже здоровые дети. И это говорит о том, что проповедь в вашем понимании, это что-то уж вовсе незначительное. Можно и уснуть. Но не успевают уснуть. Бывает, что кого-то так касается, что потом бредут до тебя выяснять отношения, расспросить. Это ты меня зацепил? А ведь от услышанного можно чему-то научиться. Иоанн Златоус говорит так, что если ты ничему не научился, придя в храм, значит, ты напрасно приходил. И придя домой из храма, не спеши за пироги, которые жена приготовила, а сначала поделись домашними тем, чем тебя здесь накормили. А чем тебя здесь накормили? Сорок раз, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, как будто Бог глухой. Я не против, чего так не протестую, как против сорока, Господи, помилуй. Если уже нельзя ничего изменить, так скажи, Господи, помилуй. И минута молчания. Вспомни хотя бы один грех и опять скажи, Господи, помилуй. Еще один грех припомни. Еще раз, Господи, помилуй, чего мы трещим. И ни один священник, ни один архивейс слова об этом не говорит. Нас на богослужении этим зажали. Мы не можем опомнить, состоим здесь. Пришел, отпарабанил и пошел. А богослужение – это баня. Это то место, где мы прямо касаемся Ризы Христовой. Мы подходим к нему. Вот приложились к образу Божьей Матери. И все. А про то, чтобы делать ее образ, икону писать в своей жизни, ни одного слова нет вообще. Пусть будет так по преданию. Ибо у нас все на одних бесконечных мертвых преданиях. Вся вера народная на этом и держится. Но ведь Мария Дева сказала вот эти самые важные слова. Лука 1, 38. «Все раба Господни, да будет мне по слову Твоему. И отошел от нее Ангел». Это основная мысль всей ее жизни. Все раба Господни. Она раба Господни. Это мы сегодня называем владычица, царица. Мы православные. Называли и будем так называть. Но этих слов нет в Библии. В Библии есть раба с большой буквы. Она раба. Если она раба, то кто я? Что значат эти наши звания? Президенты. Это не стоит даже произнесения. Царь, император подписывался. Мы, Николай Второй. И что мы? Одна пулька и нет человека. И его уже нет. Все раба Господни. Подальше. Да будет мне по слову Твоему. Вот этот эпиграф. Девиз всей жизни преблагословенной приснодел Марии. Да будет мне по слову Твоему. Для нее слово было живо и действенно. Она не воспрекословила. Она не засомневалась. Как Захария. И она не онемела. И дальнейшая биография ее жизни говорит, что она была великая проповедница. Она дошла до Афон. Почему это место и считают ее горой? Она благовествовала. Была вместе со всеми, когда сошел дух. Даня ни один евангелист о ней не упоминает нигде. Только Павел, рассказывая историю человечения, Павел говорит. Галатам 4.4. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Подчинился закону. Даже не дева называет ее, а женой. Он ее нисколько этим не унижает. Но главное, это все в ее словах. Сероба Господня, да будет мне послуживание, когда мы читаем утром Слово Божие. Сбился. Когда мы читаем утром Слово Божие, думаю, что христианин не может начать день, не почитав Слово Божие. Мы должны прочитать и сказать. Так сказал мой Господь. Все раптуют, слушают. Говори, Господи. Как Самуил сказал, как его Илья научил. 1 Царств 3.10. И пришел Господь. И стал, и возвал, как в тот и другой раз. Самуил, Самуил. И сказал Самуил. Говори, Господи. Ибо слышит раптун. Все раба Господни. Чтобы Слово Божие заговорило. Чтобы оно было не просто на полочке. А у меня Библия есть. Она у него стоит там. Открывает он ее. Она еще хрустит. Он ее еще ни разу не открывал. Читайте Слово Божие. И обещайте Господу великому. И страшно. Все раба Господни. И Богородица дает нам в этом примере. Куда бы мы ни глянули, все подтверждает, что Христос явился в мир. Не просто картина, что Он страдал. Но страдал за меня. Эти шипы я ему приготовил. Еврея 4.12. Ибо Слово Божие живо и действенно. И острее всякого меча обоюдоострова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит по мышлению и намерения сердечные. Мне очень нравится выражение неправославного христианина Мартина Лютера. В мире есть одна только книга – Библия. И только одна личность – Христос. И у нас все в этом должно быть. Работаем где среди неверующих. Держи свою форму. Работали на покосе. Ты сразу остановился и замер. Соверши крестное знамение, как бы завершив поприще. Да, я от этого мира дистанцируюсь и иду к Богу. Люди к этому быстро привыкают. У меня случилось так, что приступая к работе, я не перекрестился. Гляжу, что-то мужики шепчутся. Один подходит и спрашивает. А почему вы сегодня не перекрестились? У нас все всегда так удачно на работе. Ни одной аварии. У соседей вон транспортер не отключили. Ударило. Шесть человек сразу на смерть. Остальные все пораженные пали. То есть люди за нами очень внимательно смотрят. Слово Божие должно быть живо и действенно. Почему? Матфея 5.14. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Мы называемся в единственном числе, но городом. Почему город? Во-первых, богатство наших мыслей. Это те, которые от нас слышали, приобретаются, как самарянка. Весь город пришел к ней. Вот Слово Божие и живо, и действенно. Этот стих должен быть, как эпиграф у нас. Евреям 4.12. Оно мертвое стало. Оно недейственно. Сегодня в храмах оно практически не звучит. Да, написанного много есть. Взял, прочитал Кеофану. Он сказал, это сто лет назад. Мысли меняются. Ты сегодня почему сверх этого не тратишь, кроме двух динариев, которые дал тебе Господь? Что он тебе к этому добавит? Да и два. Да и два-то динария еще зарыты. Я, говорит, платок завернул. Не растратил, не пропил, взорыл все. Все. Сделал, как надо. И поэтому, если у нас глаза открыты, и мы пришли в храм, то мы должны помнить, что храм – это не только место с крышей над головой и куполом посередине. Мы – храм. Но и он сам себя называет храмом. Иоанна 2.19. Иисус сказал им в ответ. Разрушьте храм всеми, я в три дня воздвигну его. Никто не догадался, о чем речь идет. Они только про видимый кирпичный храм думали. К нему привязаны были. Что без храма и молиться уже негде. И Бог, кроме как в храме этом, нигде не может слышать. А в ином месте уже Бог как бы глухой стал. Он сказал, я разрушу. Он не говорит про этот храм, где стоим. Это камни. Два раза разрушили уже. Первый храм закончился в разбалинках. Но в охудоносе расстарался разбросить. Второй – виспасиан с титом. Роди, отлетись тогда маленько. Возьми, сейчас я буду ловить как. Чтоб заодно пошло. И сам Бог сметет его с лица земли. Но вот что мы еще читаем в Откровении. Откровение 21.22. Вот идет надпись. Я шторку вот эту вот. Ибо Господь Бог сидит в житель храм его. Я. Мы приходим в храм вещественный. Но на самом деле, как бы в небо устремляемся. Как бы входим к самому Господу. Это место, как бы считается особым местом присутствия Божьего. Особое место присутствия Божьего. Теперь надо сделать там темно. Душа верующего христианина – это несомненно. Иоанна 14.23. Иисус сказал ему в ответ. Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его. И мы придем к Нему. И обители у Него сотворим. Но если не будем жить в Духе Святом, как возлюбленные Его чадами, Бог и о телах, и о душах наших напыщенных может сказать. Матфея 23.58. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Да не будет этого с нами. Аминь. Нет, не надо перекрывать. Это наверху сидит, дядь. Все, закончил, что ли? Ох. Ну все, Игнатий Тихонович. На работу надо. Ну с Богом, брат. Поезжай. Ты до конца досчитал эту проповедь? Да, конечно. Ну и все, на этом конец. С Богом. Спаси Христос. Слава Иисусу. Я ее отключаю. Так, теперь я это свое здесь сворачиваю. Теперь надо мне поймать их. Вот как это будет сделано. Я беру фонарик. Сейчас мне надо закрыть последний источник света. Вот это надо все каждый день уже постепенно к этому пришел. Вот эту ширину на этих накношек я убираю. Вон они сидят. Их выпускать нельзя сейчас. Они моих голубков поймают. Теперь я в этот стул, я на нем сижу здесь. Вот так поворачиваю и вот так вот сижу. Вот сажусь и я работаю здесь. А теперь они мне мешают, я его убираю. Ну сейчас уже не мешают. Так, вот так вот раз и все. Не поднимаю даже. А теперь эти вот портелочки я закрываю свет. Теперь, вон они сзади сидят, две белые. Их надо взять. Теперь я закрываю. И сейчас я буду их брать. Теперь выключай свет. Все, включи. Сейчас, быстро-быстро включи-выключи. Так, подожди. Еще раз. Вот так, покричь включи. Вот он у меня сидит. Вот он какой. Ой-ой-ой-ой, да подожди, подожди. Теперь я его посажу туда вниз, на первый этаж. Это его место. А эти уже сидят тут. У-у-у, как рвется сильно. Так, теперь одна осталась. Она вверху сидит. Теперь надо включить и выключить. Выключи. Теперь отойди маленько. Теперь подожди-ка. Фонарик мой где? Вон он где. Выключи. Теперь вот так вот, смотри. Видно будет или нет? Вон она сидит. Да-да, видно. Я сейчас поднимаюсь. Мне видно, по крайней мере. Смотри внимательно. Все. Включай. Так, теперь эту я взял, вторую. Теперь надо ее туда опустить. Вот, это в нижнем этаже, а не там хозяева. Она и СО, это у ней было неоплодотворенное. Теперь этих я перекрываю, друг к другу доступа нет. Смотрите, коробки какие. Вот у кого это такое здесь? Теперь мне надо отсюда теперь все поднять. Я сейчас начинаю поднимать. И сегодня-завтра здесь я поставлю тазик большой, тазик, чтобы... Это откуда вода-то? Это я, наверное, задел? Да. Задел. Ну, я еще тут. Беды никакой нету. Вот так. Так. Теперь это глина, песок, соль. Там еще что-то от печки отлетает. Они это любят. Я вставляю сюда. И поднимаю это. Ну, это можно пока подсохнет. Уже все готово, фактически. Так, передо отдал. А тут два гвоздика. Вот они у меня. Вот они, два, стоят рядом. Я между ними решетку вставляю. Все. Она уже никуда не уйдет. А так как еще время ранее, я все сделал. Теперь поднимаю положок. И закрываю их до времени. И сразу же выпускаю кошечек. Смотри. Вот она. Теперь голубей нету. Вылазь. Поля. Вылазь оттуда. Вылазь. Вот так. Ну и все. Это еще тут вода. Тут это ничего не значит. Теперь я положок убираю. Там собачка лежит у меня. Я когда разговариваю, чтобы мне надо, чтобы... Видели, я вот так вот стул убираю отсюда. Подожди. Вот это стул, чтобы оттуда видно было его. Вот он сидит. Вот она подошла. Кошка слизывает воду. Ну надо же так. Никогда не видал этого. Замолодцы какие. А теперь портяночки убираю. Вот все у меня как получилось, как хотел. Ну а то семечки, это все я соберу. Выберу. Вот она уже вылизывает воду. Вода, глянь, нашла где. Молодец, чернявка. Вот какая. О, пошла. Все, фонарик на место. Все сделано. Теперь я вот сюда вот захожу. Подключаю снова свет. И вот дальше, как дальше работает. Вот маленько еще показать. Кладу рядом Библию. Вот. Теперь выставляю второй аппарат. Так, надеваю фуражку. Господи, благослови, почти добрых людей. Ну это, что у меня здесь. Скайп, я убираю 6 часов 28 минут. Воркует как. Это знаете, как благотворно действует? То есть японцы знают, когда, чтобы веточки перед глазами были где-то в ресторанах, это на здоровье благоприятно влияет. А тут голодный. Курица надоест там через 5 минут. Гуси. А это целый день воркует. Я не могу объяснить это. Им приятно. Мне когда бывает, что-то, какие-то воды, что-то. Я держу на голубятию и сяду там в специальное место такое, за ними наблюдаю. И там и задремлю, и маленько паслю. Стал, помолился. Щеточки у меня там везде, куда они пойдут. Какая жизнь у нас. Теперь наши ресурсы я тогда закрываю. И выхожу на... Что мне нужно войти? В оперу. Вот. В оперы тут я могу выйти... Сейчас рулетку. Посмотрим, как она пойдет. Рулетка. Вот, посмотри, как я... Начало начинается. Не идет. Стоит на одном месте. Вот, начинает работать. Все, рулетка включилась. А рулетка включилась. Я снова прошу, Господи, пошли доброго человека. И вот здесь вот старт. Я нажимаю. Это опера. Так. Вот. Слава Иисусу Христу! Сразу исходит его. Нет, вот. Как доброго человека найти. Слава Иисусу Христу! Вот. Вы пока можете не курить, пока поговорим с вами? Давайте. Отбросьте ее. Мы, православные христиане, проповедники, зашли в эту рулетку. Мы называем ее ад. То есть гиенно-огненная рулетка. И свидетельствуем о Боге. Это у меня Библия. Если вы желаете больше узнать, можете прочитать в Библии, что Иисус Христос умер за грехи людей. И воскрес третий день. Вы можете задавать вопросы, любые. Ну, так как сейчас в рулетке вторая встреча не предусмотрена, надо перейти в скайп. Если скайп есть, вы заглядите два слова. Игнатий Лапкин, это я. Я скину самые большие ресурсы, какие у меня есть. Два видеоканала. Только на одном у меня видеоканале 21 700 роликов. 57 миллионов просмотров. Мы строим деревню православную. Все верующие. Кто поселиться должен, должен доказать, что не лжет, не пьет, не пует, не матерится и не ворует. Если вопросы будут, там, заряете Игнатий Лапкин, на меня выйдет. Я ресурсы все даром отдаю. Там я студентом в университетах отвечал на тысячи вопросов. Кроме того, у меня вышло из печати моих книг 38 томов. И какая была миссионерская поездка, мы ездили. Вот я начальник детского лагеря, сам его основал, 48 лет. В ином формате уже. Это я все даю даром. Начинать надо работать. Вот тут бывает, заходят, сейчас я покажу, может быть, мусульмане. Вот запишите себе два слова Игнатий Лапкин и по скайпу звонок. И дальше мы будем друзьями, может, каждый день встречаться. Так, отошелся. А я не записывал. Так, снова. Слава Иисусу Христу. Почему один глаз видно? У мыши нас прятут? Ну ладно, там. Это прячут алиментчики. И вот такие, в таком виде голом, это означает реклама тела. Я сильный, здоровый, любая шалава, подходи, траву заскочу. О, все согласен, да? Ну ладно, пока. Если пожелаешь, что в скайпе заведи Игнатий Лапкин, на меня выйдешь. Самый большой ресурс у меня. Все, пока. Отошел. Сейчас я еще найду кого-нибудь. Сейчас бывает мусульмане где-то. Слава Иисусу Христу. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Если желаете, то можем побеседовать, можете задавать вопросы. Нет вопросов? Есть вопрос. Ну, говорите. Все, нету ничего, обманул. Теперь дальше, сейчас еще маленько показать. Слава Иисусу Христу. Промелькнул мимо, не надо. Дальше. Видите, сколько? Это все зря, это время терять надо. Несмотря на это, стоит того. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Добрый день. Да, мы верим во Христа Спасителя, который умер за грехи людей, Христос. И воскрес. Третий день. Вы как верите? Иисус, Иисус, как, Иисус, Сим Бога, или Пропорка, или Бог? Как вы верите? Это вы, я вижу сразу. Эти вопросы только мусульмане задают. Обольщенные люди, самые лживые. Лезут в Библию, никогда в руках Библию не держал, а надо переправлять что-то. Ты со своими, говорит, четырьмя женами разберись сначала. А в Библии 77 книг. Вы мусульманин? Смотри, дед. Вы мусульманин? Бед, алхамду лиллах. Мусульманин. Смотри. У вас такая книга есть. Почему вы ее не читаете? Почему читаем? Читаешь. Почему тогда вы говорите, Сим Бога? Значит, Бог есть на свете? Не надо. В Библию не залазьте. Вы ее не читали, не знаете. Я вашу книгу не критикую. Зачем ты лезешь в мою книгу-то? Тебя ж Сатана толкает туда. Я верю и уважаю Иисуса и уважаю Библию. Да, Библию не уважаете вы. Уже залезли в нее, спорите. Второе. Смотри, смотри, смотри. Слушай, смотри. Слушай, внимательно. Слушай, я уже понял, ничего ты не знаешь. Вы хотите, вы попадаете в рай? Я хочу сказать. Слушай, внимательно. Я в прошлом году встретил здесь 2600 мусульман. И ни один не считал этой книги. Это правильно, Розел? Смотри. Открой пятую суру. Здесь смотри. Открой пятую суру. Открой пятую суру. Если. Пятую суру. Если. Лежит обкуренный. Ты что лежишь-то, здоровый мужик? Смотри, Библия. У вас ночью же, ночью. Так, да не ночь. Я перед тобой сижу у нас ночь. Мне 81 год, а тебе половины этого нету. И лежишь, неуважительный. Дай Бог, дай Бог, чтобы еще сколько лет ты жил. Я спрашиваю, 2600 мусульман прошло, и ни один не считал. Разве это правильно? Ну, если проверенный Коран, почему бы нет? Ну, проверьте себя. Покажите, где ваша книга. Вот у меня Библия, я христианин, я показываю, открываю, считаю. У вас нет? У меня, у меня коран в сердце же, я прочитаю только в сердце. Прочитай, 5-я сура, 68-й аят. О чем говорится? Не знаете. Про Библию, про Библию говорят. Про Библию говорят, ее переписывали и сказили. Вам это в башку мула вдолбило. А ты ее знаешь, оригинал знаешь с равнищим? Нет. Всякая ложь от сатаны. Смотри, смотри, дед, смотри. Если вы думаете, попадаете в рай, да, мы тоже попадаем в рай. Почему? Потому что мы Иисуса верим, как посланник Бога, да, пророк. Мы верим в пророк. Он родился без отца. Этого мы тоже знаем. Вот смотри, если Библию, да, тоже уважаем и верим, да, потому что Аллах сказал, Иисус, пророк, и в Библии есть такая истинная книга, понимаете. Если этого, вы скажете, вы попадаете в рай, мы тоже попадаем. А вы, а мы в нашу веру, в нашу Корану, вы же не верите, правильно? Я определенно не задеваю даже вашу книгу. Вы уже в Библию залезли, топчете с ногами. Я вашу книгу не критикую, не задеваю. У вас Иса, пророк. Пророк, пожалуйста. Наш Иисус Христос от вашего 1600 лет отстоит. Вы даже этого не знаете, что-то разные персонажи. Наш Иисус Христос, это второе лицо трое. Это было до нашего пророка, правильно? Да я не знаю, про ваших вообще не говорю. Я вашу книгу не трогаю, не обсуждаю. Это ваше. Вы за нее будете отвечать на суде Божьем. Не, вот смотри, реально, да, реально, дед, смотри. Если вы думаете, попадаете, мы тоже попадаем, потому что мы верим же в вашу книгу и в вашу порока. Иисус Спаситель у нас, умер за нас. У вас нет этого? Спаситель Христос умер-то. Куда, какой вратик? Не, умер. Кто сказал, он умер? Он не умер. Вот и все умер. Он живой. Он живой. В Библии написано, что он распятый был. Ему... Нет, нет, нет. Вот в Библию ты лезешь, зачем ты? В твоей книге что-то... Вот смотри, он не умер. Он конца света спускается на землю. Это ваш. У вас ума не схватает. Вашу книгу я не трогаю. Что вы не говорите, это ваше. Я не критикую. Зачем ты в нашу Библию лезешь, когда написано, что он придет судить мир? Я с вами делюсь, что Библия написана. Вы ее в руках не держали. Но мы же верим и уважаем же. Я говорю, что 2600 мусульман прошло, ни один не считал эту книгу. Вы ее не знаете. Почему не знаю? Да потому что... Вы знаете, что она означает корон? Хорошо. У нас если одна жена есть, она другую смотрит, там с кем-то встретился, его в храм не пустят, у вас четыре нормально, у нас это лютый разбрат, а у вас святость. Что сравнивать? Ты в рай собрался с бабами. Что ты городишь? Ну, чем гулять в левый правый храм же, правильно? Зачем гулять, когда повенчали в церкви священник? Ну, вот смотри, вы, когда был молодой, одна жена вам была хват... Это хватило? В Библии написано, как мы так и делаем, одна жена, одна. Ну, одна, это хорошо, а четыре еще лючие. Вот и все, вся ваша вера лючие. Нет лючих. Смотри, плохо, плохо то, что у тебя, если был 10 сын, вот там уже не сидели сейчас, спали, был рядом, вот где-то там... А рай у вас духовного ничего нет, у меня рождение духовное, у меня стяжание Духа Святого, у вас даже микрона нету об этом. Жены хорошо, хорошо, я согласен с вами. Я с вами не спорю, я согласен, у Соломона было 300 жены, 700 наложен, здорово. Ну вот, разве это плохо? Плохо, хуже некуда. Разбратников ждет ад, гиенна, а ты в рай собрался с бабами. Нет, почему? Вот смотри, сколько жен, сколько жен без мужа тут в Россию, да? Мне надо семья. Чем они будут гулять, на них жениться, это грех разве что ли? У русских сейчас такой закон приняли, меньше 20 тысяч сваровал, не вор, не вор, не воров нету никого. Вот у вас такой закон, ему дать 4 жены, он больше не пойдет, так ты кормить должен, а ты лежишь, спишь. Вы у нас тут торгуете, приезжаете урюком, то у каждого по 3 любовницы, вы греха не понимаете вообще. Ну сейчас, сейчас будет много детей черненьких и будет нормально в России, будет долгая работа. Вот в этом вся ваша вера, вера в разврате, во лжи. У нас этого нету. Дай бог, вы так молодой выглядишь, много нормально жил. Мне 81 год, нормально, меня советская власть, советская власть за веру по 5 тюрем протащила, меня 26 лет убивали. Я еще ни одного бата не сказал, ни одного, ни одной таблетки не съел. 81 год. Молодец. А вам сколько лет? В каком-то районе в Москве живешь? Так, я не в Москве, в Сибири, город Барнаул. О, Барнаул, это... Мы были в Якутии, сколько лет? Вам сколько лет? 49. 49, 50, я считаю, на 32 года моложе меня и лежишь передо мной, и где у тебя уважение? В Москве еще дед ночи. У меня на 42... Да у нас тоже ночь. На 42 года меньше меня, моложе. И передо мной лежите, а я перед вами стою. Ой, дед, дед, спасибо тебе. Слава тебе. Спасибо. Бабушка есть бабушка или нет? У тебя больше разговора ни с чем нет. Ты дальше уровня, пояс, только внизу думаешь, а человек вверху... Бабушка... 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 О чем питаешься, брат? Так, не думай, что я свинью ем. Мы мясо... Вот я мясо в рот не беру. Никакого алкоголя ни граммы нету. Ты же истинный мусульманин же, брат. Меня так обзывают мусульманин. У меня вышло из печати... Слушай, слушай. У меня вышло из печати 38 книг, томов. Я студентам в разных университетах преподавал вопросы... Вот это... Дед, вот это Коран, который перед тобой лежит, перевод по-русски написан? По-русски. Кулиева. Я его достал не где-то, а в посольстве Йемена. Там в настоящем... А это... Просто это перевод не прочитал? У меня одна книга написана про эту книгу. Я сравниваю, что в Библии про это говорится, что в Зиньгаданой тоже. Разночтение разных. 5216. Я говорю, как... Вот смотри, смотри, Дед, написано в Коране, если ты не уважаешь Библию, если ты христианскую веру не уважаешь, это очень большой грех. В Коране написано это. Ближе к... Ближе к исламу вера, это христианская вера. А где это написано? Скажи. А я тебе скажу... Коране же. Вот я показываю, говорю, что написано? Коран. Тут что? Не может прочитать? Баран. Где написано? Я тебе скажу, 5-я, 40-й, 47-й аят. Ты цитируешь, а я на память говорю, где написано. Кто знает? А ты в моей Библии-то, ты шагу не шагнешь. Молодец, молодец. У нас поездка была в Баку, мы останавливались в доме Мулы. У нас хорошее отношение с мусульманами. Я в Барнауле живу. У нас голову не режут. Взрывов нету. Недавно один тут, лет 17 ему, 15 лет, увидел меня Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар. Он опять Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар. Голову отрежу. А его кто-то за руку, Ахмад, что ты делаешь? Но он какой-то весь, это, неграмотный человек, неграмотный. Его за руку схватил, Ахмад, что ты делаешь? Это Аксакал. Это вот новое поколение мусульман. Они ничего не знают, кроме бабья. Голыми бабами обложились. Ой, лучше, чтобы она со мной жила, а черненькие дети родятся. Да черненькие крысы родятся еще. Дед, а что там насчет мяса? Рыба там полно? Да. Блин, вот как хочу рыбу. Так вот смотри, дорогой, слушай внимательно, не болтай. В Российской Федерации уничтожено 51 тысяча сел. Сел. Люди нету, пустует земля. Мы взяли землю... А там есть место, если я приеду с семьей? Слушай, никуда ты не поешь, болтун просто. Мы взяли землю, зарегистрировали, и теперь строим деревню православную, где может поселиться, кто не лжет, ты уже не попадешь туда. Не курит, не пьет, не матерится, не ворует. У нас неодобно... Рабочий вам, рабочий вам дед не нужен, рабочий? Хороший, не пьющий, не курящий. Зачем ты нужен, за нашими бабами гоняться будешь? Не, вот церковь будем строить вам. Не бойтесь вы строить. У нас правила такие, православные должны быть. Стройте. Смотри, наше мулах говорит, церковь строить, это не грех. Где мы живем в Барнауле, тут у мусульман большая мечеть. У нас нет... Ну что? Ничего. Мы будем мечеть строить, а мы там в церковь будем помогать. Повесим поселку. Десять человек, у меня бригада, хорошая, не пьющая, не курящая. Десять блудников нам, зачем нужно? Какие там, говоришь, рыбы хорошие? Послушай, что в Библии написано. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы спастись, кроме не Иисуса Христа. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Иногда ваши говорят, а у вас там написано про нашего пророка, я говорю, написано. Христос говорит, будут приходить лжепророки, которые в ад людей потянут, не верьте им. Вот как в Библии написано. Вот вы молитесь, да, вот перед Богом, да, перед Богом или перед Иисусом вы молитесь? Понимаете? Вы в такие вещи не лезьте. Раз Христа у вас нету, то вам разницы нет. У вас Иса, это ваш человек, это не наш. Наш Иисус Христос 1600 лет раньше родился. Да, а у нас 1400 лет назад. Мухаммад. Ну и мы не спрашиваем даже, мне это разницы нету, сколько. Я вашу религию не трогаю. Я Библию проповедую, и Христос говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, вот ты тоже тварь. И кто будет веровать, крестится, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Кто не принимет то, что написано в Библии... Смотри, в вашем Библии написано, что если тебе ударят, вторую щечку поставь, да? Другую щеку. А ты поставь эту. Вот видишь, это нормально, это нормально. Когда я второй раз тебя буду бить, он будет думаться, или буду бить, или нет, хорошо? Не будет, не будет. Мы проехали, в миссионерской поездке я проехал, все государства Европы. 120 тысяч километров. 120 тысяч. И нам везде встречались мусульмане. И нам нигде плохо не сделали. Если мы молимся, а рядом мусульмане, они нас в обиду не дадут. Они любят, когда молятся. Правильно. Правильно. У вас 5 намазов, а у нас 7 намазов. И после каждого намаза 100 поклонов делаем. Да. Вот смотри, дед, смотри, вот наш пророк сказал, Магомед, да? Сказал, говорит, ближе к исламу вера, это христианская вера, чем это католики, чем шамане, чем буддисты. Это христианская вера ближе к нам. У нас, знаете, как написано? Кто не будет исповедовать Христа, пришедшего во плоти, есть обольститель и антихрист. Первое послание Иоанна. А Галатам, первая глава 8-9 стих написано, если кто-то будет говорить не то, что мы говорили, апостол, или ангел с неба, Джибраил, да будет Анапима, Харам. А, Харам, да, 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 точно. Вот смотри, дед, а там много народов, где вы живете, в Арнауле? Немного. В этом поселке маленький. В Арнауле 700 тысяч почти что. Не, не, умею видеть, где вы живете, в этом поселке. Немного, немного, потому что так надо за свои деньги построиться, хозяин... А сейчас китайцы приедут, заберут все. Китайцы заберут, да, правильно говоришь. Но и вам-то ничего не... Смотри, дед, да, ты не молодой, да, ты вот сколько лет жил, знаешь все, да? Сейчас, смотри, вот, сейчас нас с Россией гоняют, да, вот так, и то хорошо не дают, чтобы дышать, то патент, то это платит, то это платит, то это платит, потому что ты дышишь, да? Вот наши деды тоже тут какие-то оставили, правильно, они там за фашистом воевали. Вот нас выгоняют, нас выгоняют, а украинцы, которые раньше предатели были, и Кавказы, да? Так, скажите, вы по национальности кто? Таджики, таджики. А скажите, вот Алмата была, город там, зачем Астану перенесли на север, столицу, зачем? Ну это мы точно не знаем, там Астана, как итальянские... Китай претендует на половину Казахстана, и они поэтому передвинулись дальше. Почему из Санкт-Петербурга в Москву перевели? Потому что сразу там захватили, заблокировали и все, а с Москвой ничего не могли сделать. Это политический шаг. И вот мы когда едем, то в Баку мы останавливались в доме Муллы, Мула. Мы потом ходили в мещете, я молился в мещете. И как там, какие разговоры были, а там вообще... Мула, вот это грамотный человек, он на шести языках говорит, а вы один не можете изучить. Жена на четырех языках говорит, жена, и два высших образования. Жена Муллы, Баку, город, Азербайджан. Ага, это Азербайджан, да? Да. Вот мы у них останавливались, ставка наша была. Ну давай прощаться, прощаться будем. Давай, давай, дай Бог, чтобы сколько лет еще жил, дед. Я года не значить, желаю вам, чтобы Спаситель был вашим Спасителем, как наш. Без Христа никто не справится. Вот так.